Напоминаю, что мы с вами рассматриваем лучшие партии, но лучшие партии на мой взгляд, потому что лучших партий существует очень много и очень трудно определить, какие лучи и какие нет. Мы пользуемся определенным принципом, а именно, есть шарфонный информатор, который выходит 2 раза в год, теперь выходит 3 раза в год. К каждому информаторе печатается, комиссия отбирает 30 партий самых лучших на этой комиссии, передает эту на более узкую комиссию, 10 грейсмейстеров, изучает эти партии и убирает еще 10 партий оценки на этой комиссии. Цены суммируются, и партия, которая набирает наибольшее количество голосов, первая партия 10, вторая 10 и так далее, и партия, которая набирает наибольшее количество голосов, она объявляется лучшей партией тома, а публикация дается в следующем томе и так далее. Да, это продолжается уже почти полвека, с 65-го года, то есть ровно в этом году будет полвека. И, строго говоря, надо было бы не одну партию объявлять лучше, а, соответственно, 3 тома было, значит, 3 партии были, а сейчас 2 тома, но тогда было бы уже партии не 50, а, соответственно, как минимум 100, на самом деле, еще больше. Ну, я вот отобрал 50 партий, и, как правило, если не 2 партии, как в двух томах лучше, я всегда брал тот том, ту партию, которая сыграла чемпионами мира, ну, потому что партия чемпионов первых всегда привлекает внимание больше, поэтому я вот так и отобрал 50 партий. Партия Карпов-Корчной – это из знаменитого финального матча претендентов, когда Карпов выиграл матч Корчного и завоевал право на то, чтобы сыграть матч чемпиона мира, а чемпион мира тогда был Фишер. Так что он завоевал право встретиться с Фишером, а потом Фишер отказался играть, и Карпов стал чемпионом мира, фактически этот матч с Карчным оказался финальным матчем на первом степени мира, потому что он определил будущего чемпиона мира. А потом они сыграли еще 2 матча, уже настоящий матч на первом степени, и Карпов снова был, так что он доказал, что он сильнее играть чемпиона мира. Ну, тогда это еще было не на грязь, они были претендовали на то, чтобы бросить перчатки на Фишеру. Вот это партия Карпов-Корчной – это вторая партия финального матча претендентов, Москва, 1974 год. Ну, тоже уже год почти полвека, 1974, и сколько, 30 лет, а это пока еще нет, пока 40 лет еще, еще 30 лет. Это партия заросла, Карпов-Корчной черный, Е4, Е4, С5, значит, это тоже застрянская защита. Конь Ф3, Конь Ф3, Д6, Д6, Д4, Д4, С, Д, Конь Ю, Д4, там, раз, конечно, Конь Ф6, Конь Ф6, Конь С3, Конь С3. Этот вариант называется, вы можете услышать, как это называется, вариант дракона. Почему дракона? Потому что вот этот, какой курс последний? Конь С3, Ж6. Вот это был вариант, начало гряда дракона. Почему дракона? Видите, вот это вот устроение, конечно, вот упоминает дракона. Поэтому сам гряда получил, но он два не варианта дракона. Ну, в принципе, он считается немного опасным для черных. С другой стороны, здесь возникают такие живые, интересные базисы, увлекательные. Белые тоже часто проигрывают. Ну, хотя, конечно, чаще не выигрывают. Вот. И... Хотя вот с тех пор прошло больше сорока лет, тем не менее, этот парк, с этой с тех пор является довольно яркой для варианта дракона. Здесь последовало слон Е3, Ж6, слон Е3, слон Ж7, слон Ж7, Ф3, белый здесь еще и центр. Идея здесь часто такая, что эти пешки надвигаются на короля и назад, как, ну, атаку. Ну, черный, а идея черного на ферзевом фланге, как какой-то получить игру и противодействовать на ферзевом фланге. Значит, вот идет такая нога на фланге, атакует, белый центр, старый, черный другой, когда. Конь С6, конь С6, ферзер Д2, ферзер Д2, 0, 0, короткая рокировка. С6, С4, С6, 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 С7, С6, H4, Ларен С8. Вот это можно прокомментировать, потому что я сказал до этого. Видите, белый на фенатарном королевском фланге, лечев при помощи. Это слоун туда направлено, это слоун туда направлено, и теперь еще белый ход на сопротивление. А черный, видите, поле не цена, начинает по другому. Но это вот, в реал-таку, на нем характере, кто быстрее, кто быстрее. Владел Севозим. Ну, когда-то было, было такое воздействие, что строение, вместо этого хода Фельдс уходил сюда, а на Севозим попадал таланья. Ну, это вопрос моды. В тот момент, когда я играл в эту партию, был такой вариант, что Фельдс остается пока на месте, а Ладьяк, да, Фельдс, занимается Фельдсу флангом. Вообще, сейчас, кстати, модный ход, степенно было признано, и эта партия это подтвердила, что атака пела сильнее. И поэтому, вот на королевском флаге, когда Белос играет АШ-5, то был, и черный ход неприятностей. И поэтому, сейчас теорица, сейчас рекомендует рекомендует ход АШ-5. Это Владяк пока здесь стоит. Рекомендует ход АШ-5. Но в то время, такой ход, как оказалось, опасным, потому что черный любит пешку от своего короля, это выглядело не очень хорошо. И тогда это, потом было показано, что черные здесь могут держаться, достаточно успешно. Тогда это еще не было в моде, и было ему поздно продолжение Ларецы-8. Ларецы-8. И поскольку здесь слон под боем, грозит побить конем, ведь этот слон может оказаться уязвим, поэтому слон отступил на М3, и Белый затевает игру венчатой аферном фланге. Конь Е5 хотят, конь Е4 сыграть, разменят на море другого слона, в зависимости от обстоятельств, что даст им какую-то контуру игру на ферридном фланге. Черные с пеной сыграли 3-0, убили короля с королевского фланга, на который вы не собирались атаковать. Хотя, в принципе, потом было показано, что Лиа-6 сразу можно. Ну, как бы предосмотрительно уходить короля, и Черные играли на М3-4. Здесь, конечно, вопрос в том, что если бы уйти в ферридеум, то Черные попьют этого слона, а если Лиа-6 сразу, то, например, коня, то, например, Белопорного слона отдать. Ну, какой лучше, не знаю, но все-таки предпочитают слона не пересохранить, потому что он может принять участие непосредственно в атаке. Поэтому, ну, одного слона неудобно идея, что это надо отдать. Вообще, в принципе, есть такое понятие, вы, наверное, слышали преимущество в стону. То есть два слона, всегда это большая сила. Поэтому пока вы готовы два слона, но здесь уже приходится одного слона отдать, ну, ничего не поделаешь. Поэтому предоставил размен. Черные победили на С4, на Диабин С4, и вот они приступили к атаке на крайнюю планку. Аж 5. Аж 5. Хотя, возможно, и не сразу Аж 5, а возможно, сначала уже 4, а потом Аж 5. Потому что Аж 5, это все-таки связано с жертвой пешкой. Ну, на жертвой пешке в этом варианте драконы всегда идут. Потому что они выигрывают несколько темпов, и уже быстрее, задача будет побыстрее добраться до черного края, поэтому бокс из пешки они их жертвуют. Хотя, я повторяю, что можно спокойно сыграть на 3-4, но на 5 надо всегда рассматривать темпу. Уже налюбить себя. Аж 5. Ну, черный берут на Аж 5. Просто так, допустим, ржа, ну, как беды получают дополнительную атаку, и ферс, и слон, и ладья, ничего за это не отдав, вообще приятно. Поэтому тут хоть они мучаются за пешку. То есть черный забирает из пешку. Ну, зато беды выигрывают темп. Они быстро прогоняют коня обратно. Теперь видите, ферс здесь оживая, может подключиться. И ладья до g1, может быть, ну, как только ладья, могут, все тяжелые фигуры могут напасть на короля. То есть, здесь много возможностей у белых. Вот я говорю, и ладья g1, и другие, и конь до 5, и все. Ну, разы. Ну, карпа подготовилась социальных матчевых матчах, вот финальный матч для генетов, напоминаю, специально подготовил новинку, он сыграл кое-то 3-2. В чем с вас этого хода, в том, что в варианте дракона черные, наращивая какую-то инициативу на ферсовом фланге, часто жертвуют качество. Здесь ладья c3, потом бенца, и здесь ослабляется кешка 2, король ослабляется, и дает черным хорошие шансы. Поэтому беды отступают коням неожиданно, они, чтобы на c3, не издавая успешно, если это будет жертву, а просто ослабили конем, и на c3 могут повезти этим конем, который ослабил. Вот. Присущие коням могут... Ну, да, а присущие кони 2 еще могут пригодиться для атаки на королевском фланге, поэтому вот логично. Черные начинают пытаться получить ссоциативу на ферном фланге. Вот видите, как раз на самом случае, когда эти конистики отразили на логично 3 и потом на 2. Поэтому пока все защищено. Вот. Хотя, возможно, потом было установлено, что можно сферзи 5 и подсказать, что это надо было логично 8. Но это во время партии трудно, это домашний кропотливый, домашний анализ, потом показалось, что это поточнее, но это не установлено, конечно, сразу. Во время партии, короче, я, конечно, сделал естественно вот ферзи 5. Ну, безы приступили касать королевскую флангу противника. Вот видите, меняет слону, слон, шасси, сам по себе полезно черным, потому что он давит тоже на ферзи за фланг. Вот знаете, по-3, на по-2, поэтому его выгодно разменять, тем более и линия H может пригодиться для атаки. Черные побили, ферзь побил на 6. Теперь видите, это позднее счет, вот почему бой наступал, если ладья побил на 3, то на сыне побил код, и держит на 2, и пешки не двойно, без приятного давления. Но черные подтягиваются к второму ладью, кажется, что все-таки здесь у них серьезная контр-игра. Здесь еще один код, который подготовил к матчу, то есть до этого мы побили все более-менее естественно, но здесь играет ладья на 3. Такой тихий ход, типично тармурской, профилактика, он на 3 защищает избыточную защиту, то, что называется, такое понятие есть. То есть на 3, поскольку часто мы играли на 2, как пункт на 3, здесь сначала коник ступил за силу на 3, теперь еще ладья подтягивается, чтобы ничего не допустить, никакой контр-игра, ладья на 3. Вот. То есть пункт с 3 теперь избыточно защищен, а кони 2 в следующем уже можно приступить к адаке до края сутланки, потому что за 3 либо 1 фигура, ну, лучше 2 пока защищают, обидно будет, как получится. Раньше были модны всякие ходы типа ладья d5, что же качество, бить, конечно, нельзя, потому что там аж 7 теряется, но кольщой был таким вариантом готов, и поэтому Карпов и придумал куклу ладья d3. Здесь последовало ладья 4, ц5. Вроде бы естественный ход, потому что на d5 грозил конь d5 присущий, если я отклику этого коня, то там сразу будет мат, поэтому это серьезная угроза, и кажется, что ладья d5 очень хороший ход, потому что на конь d5 можно присущий, коню нельзя будет быть на d5 из-за мата, а можно отдать качество, а за качество, ведь у них уже одна пешка есть, и есть достаточно контр-игра, но как бы странно оказалось, что именно этот ход чуть-то нефорсированно проехали, то есть какая-то еще не бедная, а уже плохая для черных, но я провожу разные варианты, которые могли быть вместо ладья d5, в частности Ботвенев считал, что нужно отступить обратно перед тем, на допустим, туда подтянуться к своему королю, если там какие-то проблемы, но не менее, вот тут корчен сыграл ладья d5, и последовало вот коница 3 и f6 они как бы защищают своих королей, этот свое защищает, а этот защищает целого короля, и они должны держаться до последнего, эти кони, потому что, если скажем, ф6 уходит, сразу вторжение на пятер очень неприятное, и ну неожиданно сыграл лучше пять, про коня, но по границе бить, уходить в коня конечно нельзя, на фсенеси, поэтому это же чертопешка очередная, это же вторая чертопешка, черные берут ее, другого выхода нет, уже белые почти подобрались в пряческом краю, черные берут, и вот здесь жертвы сверна еще одна, еще один эффектный ход, ладья d5, то есть уже ферешка как бы пожертвовала, сверна жертвы еще ладью, а что делают, ну, ведь конем нельзя, потому что ферешный шаг, ферешный шаг, все ман, правильно? шаг, значит, приходится, и, кстати, если бы они пошли в конь d5, тогда ничего бы не было, потому что ладья бы отдала, себя принесла в шерф, тогда этого коня, и у черных две пешки, и две пешки, да как, сейчас вполне доставайся, и кавалет, черный король на древний счет, у черных, в какую-то граммаринцы, да еще кэшкодовались, поэтому, это очень легальный ход, ладья d5, но, он, конечно, был гармон предысходом, теперь, выхода нет, приходится бить ладьей, потому что я напал на ферзя и на ладью, надо идти на размен, и здесь последователь уже конь беды 5, и что делать? что делать теперь? кой на f6, под угрозой, так как-то можно добраться до черного короля? под ферзь, ладью, ферзиан, только сейфиан, нет. Ну, грозит, кто-то кой на f7, может быть, неприятный, другая, что если, поэтому, что мы защитили на злоде и в 8, защитили пункт и в 7, ну, пока, у нас на f6, пока не очень страшно, потому что, если кой на f6, и f6, и в 8, потом, если шаг на f8, король, он на e7 раскачет, да? ну, то есть, как-то не очень приятно, конечно, эти гараженцетры, но, все-таки, две пешки, и здесь уже материальные равенства, с фигурой по ровну, черные на это рассчитывают, но, белые делают, если вот вариант, у меня есть, не буду опять-таки углубляться, а будут идти дальше по партии, белые сыграли конь е и f4, то есть, они укрепляют конь е и f4, конь е и f4, теперь, черные играют, значит, белые взяли под защитой пункт d5, и здесь последовало слон c6, теперь черные тоже берут пункт d5, а не черные, как раз, теперь пункт d5 берут, под контроль, потому что грозило уже, конь е в 6 шаг, здесь грозило уже побить, и этим конем скопнули на d5, и тогда бы уже фердер-шинь, фердер-8, и через х6 мат, потому что уже король е7 не будет входа, будет стоять на d5, поэтому, что-то надо придумывать, черные берут под таржат, чтобы не допустить матовая раи, слон c6, значит, слон е6, слон е6, был код, в той же идее, взять под король пункт d5, но тогда, но тогда здесь такой вариант у меня приведен, белые за 2-е воду стоят, надо будет побить сюда, изменяться на е6, кофе, теперь побить на f6, е вверх, то есть король оголяется, но ничего страшного, кажется, перед бедовщем, король в 8, то есть, что получается, пока у черных лишний пешка, но белые берут на b7, очень неприятный король, вообще гердит ладяши в 8-е ман, следующий 5 шаг, король в 1, что делать, ладяй и 7, ладяй и 7, потому что там отгрызил, ладяй и 7, что делать здесь, филипс б8 шаг, ладяй и 8, и филипс б6 шаг, в общем здесь разгром, потому что здесь уже не пешка лишняя, и король по-прежнему в матовой сети, так что здесь, в общем, все очень плохо, поэтому установлены на эту позицию, смотрели, с луи е6, мы смотрели ход, вот, на самом деле, было особенно с луи с 6, с луи с 6, и здесь еще красивый ход, они последовали, белые сыграли, они пожертвовали пешку, е5, е5, то есть, та же идея была, здесь та же идея была, когда была минус ставлена на d5, на d5, и g5, когда мы играли, то есть, перекрыть пятую линию, если вы берете на е5, то, после d, после d, уже, что следует, комбитов 6 шаг, еf, и конь h5 есть, и мадный извержен, потому что, ферзь, ну, в общем, все здесь, я перегружаю, нажав, я играл, и h5, все кончено. Опять, сейчас переставим, потом придется все восстанавливать, поэтому, будем идти по главной партии, на е5 последовало, значит, этот эффектный ход, мы перерезали пятую горизонтально, а ты, кажется, что у белых очень много возможностей, но, как-то странно, потом было догадано, что, хотя гаданец разбегается, но этот прорыв решает дела, они ничего остального не выигрывают, и там, в каком-то, в 6-шаг размина, тоже есть вариант, что ничего не получается, а вот здесь уже все в порядке, белый выигрывает, слом бюд 5, слом бюд 5, последовало еf, теперь играет манн уже 7, белый выигрывает манн уже 7, и вверх, здесь, здесь, здесь белый, мы еще и кажется, что понескать очень сильно, потому что жарши отсюда ман бьется, грозит отсюда манн, но, как ни странно, здесь, как ни странно, здесь белый и черный выигрывают, я и шаг, манн просто, поэтому нет времени для таких, слишком привлений и действий, поэтому, поэтому, последовало еf, 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 На самом деле здесь 7,27 ходов было, но вот последний вариант на краеводной кресле – это король e7, комбью d5 шаг и на фешке d5, все поровно вроде бы, да, в черной перешней фешке, здесь решает Андрея Яншов. Ну вот, так закончилась эта партия, черный сдается, 27 ход, и эта партия довольно эффектная, она была одна из самых красивых партий Карпов в том матче, он тот матч выиграл, хотя не все так было просто, там в конце, в конце матча выиграл 23 партию, почти все равно вообще, там у меня разница была в 1 очко, и 24-й он не сумел выиграть, и таким образом Карпов уиграл матч.